МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы свернем с улицы Гончарова на улицу Ленина, одной из самых старейших в городе. Первые упоминания о ней относятся к 1697 году, и нашим путеводителем на этот раз станет книга «Прогулки по Московской», созданная сотрудниками музея-заповедника родины Владимира Ильича Ленина. Первоначальное название улицы – Большая Свияжская, поскольку она связывала Свияжские ворота Кремля с рекой Свиягой. В 1800 году зафиксировано новое имя улицы Московская, которое она носила до 1918 года. Название связано с направлением Большой дороги или почтового тракта на Москву. Московский тракт был связующий нитью между Симбирском и Центральными куберниями. На улице Московской рядом с домом, где родился великий русский писатель Иван Александрович Гончаров, находилась типография. Это здание было построено в конце XIX века. Именно здесь был впервые, в Симбирске, вывешен дуговой электрический фонарь. Весь город сбегался сюда, чтобы посмотреть на необыкновенное зрелище. Вспоминал краевед Алексей Васильевич Ястребов. Типография принадлежала Алексею Павловичу Балакирщикову. Алексей Павлович считается последним частным владельцем дома Гончарова. Типография здесь появилась при весьма интересных обстоятельствах. Известно, что в 1903 году преуспевающий купец познакомился со студентом-медиком-большевиком Юрием Александровичем Королюницким. Алексей Павлович обеспечил друга едой и кровом, а для печатания прокламации приобрел печатный станок. Чтобы грохот станка не возбуждал подозрения, друзья выставляли в окно граммофон. После того, как неизвестный бомбист смертельно ранил в сентябре 1906 года губернатора Старенкевича, подозрения сразу пали на Королюницкого, и полиция собиралась его схватить. Однако Балакирщиков опередил полицмейстеров, отправив друга за границу. Но обыск в доме Балакирщикова все же был произведен. На вопрос, для чего ему типографское оборудование, купец спокойно ответил, что хочет открыть собственную легальную типографию. И уже 7 октября 1906 года подал соответствующее прошение в канцелярию губернатора. В типографии работало шесть десятков рабочих и служащих на 20 суперсовременных машинах, приводимых в действие электрическими моторами. В канун Первой мировой войны типография Балакирщикова считалась лучшей в городе. Следующий дом под номером 140 когда-то принадлежал купцу Василию Матвеевичу Булычеву. Здесь в конце 19-го, начале 20-го веков находилась гостиница «Новотроицкие номера». Конечно, она во многом уступала другой гостинице «Троицкие номера», которой тоже владел Булычев, но была чистой и недорогой. К счастью, старинное каменное здание сохранилось. В 2008 году в подвале этого дома Виктор Иванович Петухов – полковник в отставке. Благодаря помощи хозяйки этого дома, Марины Ордатовой и ее мужа Андрея, открыл музей меда. Теперь здесь пчеловод не только проводит экскурсии, но и обучает начинающих пчеловодов. Далее по улице Ленина, бывшей Московской, идет жилой четырехэтажный дом современной постройки. Этот дом прославился своими знаменитыми жильцами. Около входа в первый подъезд висит мемориальная доска. В этом доме с 1936 по 1946 года жила Людмила Белоусова – двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира. В начале войны всех военнослужащих эвакуировали в Ульяновск. Семью Белоусовых поселили в доме номер 118. Сегодня это дом 144 на улице Ленина. Именно отсюда, из этого дома, в 1943 году Людмила Белоусова пошла в первый класс. И именно здесь, в Ульяновске, она сделала первые шаги на коньках в 1945 году. Около другого подъезда тоже есть мемориальная доска. В этом доме жил командир фронтовых разведчиков, начальник танкового училища Табакин Владимир Львович. В сентябре 1966 года Табакин был назначен начальником Ульяновского танкового училища, которым руководил до 1977 года. К сожалению, нет на доме мемориальной доски, где бы говорилось, что в 1942 году в квартире номер 23 жил маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. В то время он стоял у самых вершин власти Советского Союза и был среди самых верных и лично преданных соратников Сталина. К слову сказать, визит маршала никак не афишировался и готовился к движению полной секретности. Горком пришло распоряжение подготовить помещение для 12 человек. Сначала важных гостей хотели разместить в детском саду, выселив оттуда детей. Однако посланцы из Москвы запретили этого делать. Тогда маршалу выделили квартиру в этом доме. Причина же появления Ворошилова в Ульяновске была следующая. Первый красный офицер должен был договориться с польским командующим Владиславом Андерсом о совместных боевых действиях. Напомним, в августе 1941 года была подписана военная конвенция о формировании польской армии на территории СССР в Ульме, которая подчинялась корпусу генерала Андерса. Трудные переговоры с генералом Андерсом проходили в штабе Приволжского военного округа, который размещался в здании бывшей мужской гимназии. Работа в Ульяновске маршала Советского Союза имела самое непосредственное и благотворное влияние на исторические судьбы города и края. 19 января 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Ульяновская область. Говорят, появление нового административного субъекта на карте СССР не обошлось без лоббирования со стороны Климента Ефремовича. Следующий дом номер 146 с 1886 по 1888 года принадлежал вдове Дьякона и Ироновой и являлся флеглем. Через несколько лет усадьбу выкупает крестьянин Бодростин. Он пристраивает к деревянному флегелю одноэтажный каменный дом и обкладывает флегель кирпичом. С 1979 года более 10 лет в этом здании располагался музей в ЛКСМ. С 1992 по 1996 года здесь располагался коммерческий банк. Затем его сменила областная федерация спортивной борьбы. Последние годы в здании находилась общественная приемная партия «Единая Россия». А этот дом на углу Ленина и Спасской на протяжении XIX века до 1889 года принадлежал представителям старинного купеческого рода Андреевых, среди которых были основатели первого чугунно-литейного завода в Симбирске, паровой мельницы, видные представители городского самоуправления. При восстановлении здания с южной стороны дома был сделан каменный пристрой с деревянной лестницы в подвал и каменный на второй этаж. До 1918 года здание использовалось как доходный дом. В 1918 году здание было национализировано и приспособлено под коммунальные квартиры. С 1960 по 2000 год в здании находилось училище культуры. Продолжение следует...